Когда мы переживаем такие ранения, большие жизненные травмы, что-то внутри умирает. Меня зовут Сара. Я родилась на севере страны, в городе Цфат. Я занимаюсь музыкой, сочинением, исполнением и выпуском песен. Честно говоря, я выросла в хорошем, радостном доме, с прекрасными родителями. Будучи маленьким ребенком, я играла на пианино. Я помню, как я еще, по сути, маленькой девочкой пела в студии звукозаписи. По-настоящему записывали песни и тому подобное. А потом человек, который был другом моих родителей и также работал в студии, всякое такое. Сложилась такая ситуация, что он стал меня сексуально домогаться в течение нескольких лет. Когда все это происходило, я реально не знала, что происходит. Я не понимала. А потом, в момент, когда я поняла, что случилось, один раз набралась смелости и сказала «нет». Нет. Но это не прекратилось. И с этого момента все это раскрылось и стало большой, большой историей. Вследствие этого, весь мир музыки, сочинения, который был мечтой и моим любимым местом, он был запятнан этим клеймом. Я помню, как я взяла все песни, которые были у меня в ящиках. У меня были вот такие тетради всякой всячины и просто все вышвырнуло. Я не была готова даже видеть пианино у себя дома. Я не играла, не пела, вообще перестала этим заниматься. Я никаким образом не могла простить те ужасные вещи, которые сделал со мной этот человек. Когда такое происходит, оно изменяет все отношение к людям. Трудно доверять, трудно открываться. Всегда возникает потребность защищаться. Это ужасно одинокое место. Ужасно одинокое. Я долго подавляла это в себе. Я выучилась, работала в хай-тек, имела успех. Люди живут извне. И не видно, что по-настоящему происходит внутри. Я помню, что я ходила везде с ощущением, почти реально физическим. Как будто у меня за плечами рюкзак, а в нем полно тяжелых камней. Как будто тянуло ношу. И я ощутила себя реально сломленной. Ночь за ночью, молящейся, говорящей Богу, я уже не понимаю, кто я. Я уже не понимаю, что мне делать. Кем мне быть? Ты в заключении. Ты не свободен. Ты не можешь жить, наслаждаться, улыбаться и смеяться. Ты мертв внутри. Айшо дал мне жизнь. Мы, иудеи, верим в Танаха и все пророчества, написанные нам нашими пророками. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Это то, что сделал Ишуа. Ишуа взял всю нашу боль, выстрадал все наши болезни. Он взял на себя бремя наше, весь стыд и страх. И я помню, как сказала ему, вот, возьми, это твое. Я больше не хочу нести это. И это реально. К нему по-настоящему можно прийти. Первый шаг в этом процессе исцеления, это простить этого человека. И я помню, что я просто не могла. Не только не могла почувствовать, но я и не могла вообще произнести слова устами. Когда я поняла, что я нуждаюсь в этом прощении, тогда я смогла сказать, я прощаю тебя. ни своим прощением, ни моими силами, ибо их нет. Но, Господь, дай мне твое прощение. И я сказала, что я прощаю его. И это было что-то такое сверхъестественное. Что-то, что можно было почувствовать. Изменение было моментальным и значительным. И с того момента началось мое путешествие с Богом в то место, где я нахожусь сегодня. Моя связь с Богом – это связь настоящая, личная, посредством Ишуа. Этот доступ, который есть у меня через Ишуа Господу, это то, что восстановило мою жизнь. Так что я могу сказать сегодня, что я по-настоящему свободна, живая, по-настоящему. Это то, что сделал для меня Ишуа. Сегодня я записываю, сочиняю, выпускаю. Передо мной открылись двери в Израиле, в мире. Приводить людей в то место, где они могли бы встретить Господа посредством прославления, через музыку. Весь мой процесс творчества и сочинения сопровождается пережитыми мной переживаниями и обретенным мной исцелением. Он вернул мне мечту прославления, пения, музыки. Всю эту красоту. Я думаю, что зачастую люди даже не могут себе представить, что это даже возможно. Что можно по-настоящему жить, по-настоящему быть свободными, вновь обрести счастье, прийти в такое состояние, где все, мне надоело. Я хочу другой жизни. Забирай. Я верю, что ты можешь, что ты хочешь, что ты реален. И тогда начинаются изменения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова